привет друзья еще раз сейчас я вам хочу поведать не на самом деле сегодня опять ответы на вопросы 6 вопросов я не знаю успею на все ответить или нет если не успею тогда в следующем видео да хватит молодец первый вопрос если что-то что вас абсолютно потрясло в россии как положительно так и отрицательно удивительные места люди события отношения что вы не можете забыть даже если захотите что я не смогу забыть даже если захочу это сам переезд в россию это я не забуду никогда что меня удивляла так это как раз таки вот отзывчивости доброта некоторых людей у нас допустим люди с теми с которыми я сталкивалась это не мои родственники это просто обычные люди в которых я вижу вот в первый раз да и может быть последний у нас люди не столь отзывчивы поэтому меня это и удивило и могут мне писать и говорить все что что угодно я высказываю свое мнение если у вас офигенные отношения с чужими людьми просто с обычными прохожими в украине на украине это не значит что у всех так у всех разная жизнь мы все разные поэтому давайте на этом поставим точку я рассказываю только о себе что меня потрясло у меня потрясло наверно то что здесь люди жалуются на жизнь не знаю может быть есть такие люди которые замечают до таких нытиков в россии и я сначала таких людей жалела потому что я всех людей пытаюсь всегда оправдать дать им оправдание на все их не поступки и поэтому я пыталась жалеть таких людей как-то пыталась что-то подсказать но этим людям ничего не нужно подсказывать эти люди просто любят мыть этого не изменишь поэтому я конечно тоже была в шоке одно время и это меня потрясло когда человек получает больше 50 тысяч да он живет в своем доме который он взял в ипотеку трехэтажный домик и он ноет что у него ипотека я приехала сюда в россию я беженец у меня здесь ни жилья ничего мне нужно найти работу чтобы оплачивать жилье мне никто другой не оплачивает и я не ною я не могу кстати назвать это чем-то отрицательным это обычные качества людей и здесь ничего такого в принципе плохого нет ну хочется и хочется поплакаться людям я просто стараюсь таких людей и общение с такими людьми избегать так ну и что положительное меня потрясло это это наверное уровень жизни у нас он немножко другой у нас тоже пытаются все заработать как можно больше денег все деньги мира жить как-то покруче до лучше чем сосед и все такое но у нас как-то есть люди которые пытаются просто выжить они стремятся к чему-то но у них не получается опять же за счет того что у нас низкие зарплаты труд оплачивается абсолютно не так как бы хотелось людям как-то вот уровень жизни он все равно не такой и может быть поэтому у нас люди и жестче злее до на друг друга все по перед друг дружкой пытаются здесь как-то мне кажется это здесь тоже присутствует но конкуренция здесь тоже присутствует и это здорово и здорово и конкуренция это нормально конкурировать с людьми но я допустим не сталкивалась еще с такими людьми которые стремятся к чему-то и ничего не добиваются здесь такие люди это именно реально ладари ладари которые просто не хотят ничего делать у нас допустим на украине люди крутятся вертятся пыхтят но перебиваются с копейки на копейку здесь если ты крутишься вертишься пыхтишь ты можешь заработать и ты можешь себе что-то позволить исполнить какую-то мечту либо еще что-то может быть мне так повезло я знаю опять же некоторых людей которые со мной не согласятся это именно мои знакомые с которыми я здесь в россии общалась которые также с украины приехали и у нас совершенно разные ситуации ответила так на на первый вопрос я не знаю что еще сказать я сказала то что знаю и то как я считаю так второй вопрос есть что-то в стране чего приехавшему человеку из украины надо изначально бояться избегать например милиции навязчивых собеседников каких-то вредных формов и сайтов и тому подобное знаете меня может быть от таких мелочей уберегло но честно есть такие люди которые приезжают сюда если вы приезжаете на своей машине то ждите что с украинскими номерами вашу машину будут разбивать очень часто у меня была знакомая которая приехала с семьей на машине и ихняя машина каждую ночь терпела какие-то издевательства это не значит что здесь плохие люди это значит что здесь есть такие же плохие люди как и на украине их везде хватает если есть возможность оставить все имущество на украине и ехать сюда самому потому что вы машину здесь можете потерять чего еще опасаться наверное навязчивых собеседников потому что мы не попадались многие люди которые пытались мне навязать свое мнение по поводу украины мужчина с кавказа откуда-то там решил мне рассказать как обстоят дела на украине я внимательно послушав сделала вывод что человек смотрит телевизор мне не нужно смотреть телевизор потому что я там жила и я это все видела и он меня пытался переубедить опять же я когда даю какую-то информацию я не пытаюсь навязать мнение не пытаюсь переубедить кого-либо в чем-либо я даю просто информацию а вы уже решаете сами принимать вам это или нет правильно а он махал рукой называл меня дурой при этом что я не понимаю каких-то политических терминов мне не нужно ничего понимать война есть война убивают людей что еще нужно понимать а этот человек мне просто объяснял что нет войны это такой якобы как маркетинговый ход да это маркетинговый ход наверное война всегда всем выгодно и войну всегда все вот эти вот у власти они жили хорошо вы еще нужно опасаться нужно опасаться всяких скидок так сказать из оперы если опять же вы собираетесь оформлять документы здесь якобы есть конторы которые занимаются этим это не многофункциональные центры это обычные частные точки какие-то таким конторам не доверяйте идите в многофункциональный центр либо в сам фмс центральный фмс только в этих местах оформляйте документы никого больше не слушайте все кто пишут через интернет оформляется не оформляется гражданство рвп соотечественники не оформляются через сайты госуслуг никого не слушайте милиции да нужно опасаться милиции полиции не 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 важно кому как угодно называйте как хотите полиция ничего такого не делает не знаю как у парней у мужчин до докапываются до них или не докапываются если вы конечно состояние опьянения в жестком будете шариться по улицам то конечно вас могут остановить и даже очень имеют право если на вас пожалуются то конечно вызовут полицию и у вас будут проблемы опять же у нас на украине я могла не носить собой документы удостоверяющие личность но у нас не требовалось это потому что у нас редко когда кто по своей прихоти из полиции кого-то останавливает здесь тебя могут остановить в любой момент когда захотят и потребовать документы удостоверяющие личность просто вот по прихоти своей поэтому документы нужно всегда носить с собой хотя бы паспорт ну соответственно если у вас есть регистрация регистрацию иммиграционку это обязательно потому что без этого это не документ удостоверяющий личность у вас паспорт украины да и это для них не документ это документ но если у вас нет регистрации с собой иммиграционки может быть вы через забор перепрыгнули на границе и вы здесь нелегально и все такое ну в общем я думаю люди понимают что к чему и как вообще в чужих странах находиться еще хочу обратить внимание ваши на порядок если вы снимаете жилье допустим квартиру у меня была знакомая которая снимала квартиру и соседка просто решила сбить с нее деньги просто она узнала что они из украины она где-то с кем-то проконсультировалась узнала все подробности как что можно сделать и пришла в один прекрасный момент сказала что вы меня затопили и давайте в общем как-то разбираться подала в суд еще на этих людей вот представьте люди которые работают получают копейки потому что здесь не все могут найти такую выгодную хорошую работу но лучше честно никому не говорить что вы из украины потому что все попытаются вас наколоть либо еще что-нибудь еще хуже я вижу что у меня садится камера два вопроса осветила остальные вопросы в следующем видео освещу я надеюсь я нормально объясняю если опять же есть какие-то нюансы моменты которые были непонятны пишите я обязательно на все отвечу ну я с вами прощаюсь я надеюсь мы понимаем друг друга я надеюсь вы прислушаетесь где-то ко мне я надеюсь это видео было полезно у чем-то и до новых встреч до следующих видео всех целую обнимаю и пока пока пока